На канале РТВ и международной новости в информационной истории работает Сергей Кения. Здравствуйте. Новый старый лидер палестинцев, глава автономии Махмуд Аббас сегодня был единогласно переизбран председателем движения за национальное освобождение Палестины, более известное как ФАТХ. Голосование прошло в рамках седьмого съезда организации в Рамале. В его работе принимают участие свыше тысячи делегатов, представляющих отделение ФАТХа как на западном берегу реки Иордан, так и за его пределами. Ранее в СМИ муссировалась информация о том, что на съезде может быть избран преемник 81-летнего Аббаса. Ну а Бас уже третий раз подряд под громкие аплодисменты был провозглашен лидером палестинского движения. Этот пост он будет занимать следующие пять лет. Пойти другим путем Евросоюзу обещает президент Турции Раджептай Пердаган. Политик недоволен обвинениями Запада в репрессиях в отношении оппонентов и затягиванием процесса вступления Анкары в ЕС. Последней каплей для него стала резолюция Европарламента, призывающая заморозить переговоры о турецком членстве в Содружестве. Эрдаган заявил, Турция пока не закрыла книгу Евросоюза, но у нее есть альтернативы. По его словам, в настоящее время в стадии реализации находятся переговоры с другими потенциальными партнерами. Мы можем продолжить наш путь с одним из них, предупредил Эрдаган. За скорейшую интеграцию стран Западных Балкан с ЕС высказались их соседи по Восточной Европе. Вишеградская группа, включающая в себя Венгрию, Чехию, Польшу и Словакию, заявила о поддержке стремления бывших стран в соцлагерях к вступлению в Евросоюз. Заявление прозвучало в Варшаве. По итогам встречи с участием главы внешней политики ЕС Федерики Магирини и министров иностранных дел 16 стран, в том числе глав МИД Вишеградской четверки, а также Черногории, Македонии, Албании, Боснии и Косово. Отмечу, что независимость Косова от Сербии признали 109 государств ООН. Что касается переговоров в Варшаве, они должны продемонстрировать открытость содружества на фоне небывалого роста евроскептицизма в Западной Европе. Украине приходится защищать себя не только от радиации, но и от российской агрессии. Президент страны Петр Порошенко, выступая на торжественной церемонии установки нового саркофага над аварийным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, не обошел вниманием противостояния с Москвой. Финансировал проект Европейский банк реконструкции и развития, назвавший возведение гигантской арки инженерным подвигом. О том, что над Чернобылем установлена самая большая в мире движимая конструкция, когда-либо созданная человечеством, заявил и Порошенко. Он поблагодарил мировое сообщество за помощь и выступил с критикой в адрес России. Все знают, как тяжело сейчас Украине. Никто и представить не мог, что чернобыльское испытание будет не самым худшим и не самым страшным, которое придется пережить Украине. И что Украина строит арку и безопасный конфайнмент в условиях войны, когда она защищается от российской агрессии. Авиакатастрофа в Колумбии унесла жизни 75 человек. Самолет исчез с экранов радаров незадолго до расчета во времени прибытия в пункт назначения город Медельин, где должен был состояться матч финального этапа Южноамериканского кубка по футболу. Большую часть пассажиров составляли игроки бразильской команды Шапе Куэнсе, а также спортивные журналисты. Последние данные о выживших и причинах катастрофы в материале моего коллеги Владимира Унанянца. Шестерым удалось выжить в результате авиакатастрофы в Колумбии. Известны их имена. Это вратари бразильского футбольного клуба Шапе Куэнсе – Данилу Падилья, Джексон Фольман, защитники Алан Русшелл и Элию Шнету, а также стюардесса Химена Суарес и бразильский журналист Рафаэль Хэнзелл. Самолет упал в пяти минутах от аэропорта Хосе Мария Кардоба. Мы сожалеем об инциденте. На данный момент мы можем только сказать, что, к сожалению, выжили лишь шесть человек. Самолет, на борту которого находился 81 человек, в том числе члены команды бразильского футбольного клуба Шапе Куэнсе, 22 журналистов, сопровождавших спортивную делегацию, летел в колумбийский город Медельин из Боливии и потерпел крушение примерно в 45 километрах от аэропорта назначения. Как заявили в Управлении гражданской авиации Колумбии, лайнер, принадлежавший боливийскому авиаперевозчику Ламия, рухнул в районе местечка Эль Гордо. Спасатели оперативно прибыли на место крушения. На данный момент поисково-спасательные работы приостановлены, так как тела всех погибших найдены, а выжившие доставлены в больницы. Это очень печальные новости, очень трудно говорить об этом. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это оказать максимальную помощь выжившим. Это большая трагедия. В первую очередь мы выражаем солидарность семьям игроков и их родной стране – Бразилии. В самой Бразилии обсуждают возможные причины катастрофы. Местная телерадиокомпания «Глобо» передает, что самолет мог упасть из-за нехватки топлива. В свою очередь представители администрации аэропорта Медельини заявили, что незадолго до того, как была потеряна связь с лайнером, его экипаж сообщил о возникновении чрезвычайной ситуации из-за неполадок в электрооборудовании. Футболисты летели на матч финального этапа южноамериканского кубка с колумбийским клубом «Атлетико Националь». В связи с катастрофой южноамериканская конфедерация футбола приостановила проведение всех мероприятий под своей эгидой. «Мы выражаем наши соболезнования. Все мы чувствуем очень глубокую боль, очень опечали на этой ситуации и выражаем нашу солидарность с футбольным клубом «Шапекуэнса» и членами семей погибших». За последние годы это не первое крушение самолета, на котором летели члены одной спортивной команды. 7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился лайнер Як-42Д авиакомпании Як-Сервис, направлявшийся в Минск. На борту самолета находился основной состав команды Ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Спортсмены летели на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2011-2012 годов. Тогда в катастрофе выжил один человек – инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов. Остальные 44 человека, 36 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. Владимир Унанянц, RTVI Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. А я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова